Мобильные телефоны в Украине скоро превратятся в видеорегистраторы? Да, действительно, так и есть. Мы очень надеемся, что именно так и будет. Смотрите, сейчас мобильные телефоны развиваются как раз технологиями камер. Вот если перевернуть любой мобильный телефон, переверните ваш. У вас там тоже, наверное, 2-3 камеры. Да, что-то есть. Да, 19-й год. С 19-го года это прям массово пошло. И даже если смотреть любую из презентаций Apple или другого производителя, когда они презентуют новый телефон, они начинают с камеры. Потому что именно камерой это все идет улучшение. Поэтому мы говорим о том, что действительно качество съемки на мобильный телефон, оно уже подтягивается к очень высокому. Есть уже и там широкоугольные, и такие, и такие камеры. И, соответственно, мы говорим о том, что новые технологии позволяют настолько сделать удобным и мобильным нашу жизнь, что они заполняют различные аспекты нашего существования. Соответственно, мы подумали, почему бы и не использовать мобильный телефон в качестве видеорегистратора. На самом деле эта идея пришла еще в 16-м году. Но тогда мы думали именно о видеорегистраторах коробочных. А потом уже, когда поняли, насколько тяжело будет воплощать эту идею, уже перешли на мобильные телефоны. Давайте представлю вас и продолжим разбирать интересную тему. Алексей Афонин, основатель стартапа Dashcam.ua. Сегодня в гостях на My.ua. Говорим о приложении, которое позволит скоро всем украинцам фиксировать нарушение правил дорожного движения на свои телефоны и таким образом призывать к ответственности нарушителей. Оставайтесь с нами, будет интересно. В чем разница между съемкой на телефон и съемкой на регистратор? Основная разница это то, что мобильное приложение в телефоне дает защищенность данных. Это первое. Второе – это удобство пользования. Ну вот смотрите, сейчас в мобильном телефоне у вас уже все. Вы даже, наверное, новости и телевидение смотрите уже не столько там по телеку, сколько по мобильному телефону. То есть мы уже настолько привязались к мобильным телефонам, и они настолько удобны, что возвращаться в ту прошлую жизнь уже даже не хочется. Соответственно, защищенность именно идет в том, что снимая видео, мобильный телефон может прописывать геолокацию, время, дату. Это все сохраняется в файле. И это все идет как единым файлом. И когда он приходит, например, на сервер и обрабатывается, то мы говорим о том, что уже все основные метки, включая и номер автомобиля нарушителя и тип нарушения, уже забиты в самом файле. То есть он и защищен, и он позволяет сделать автоматизацию. То есть полицейский, грубо говоря, когда просматривает нарушение, обычно это там нарушение занимает около 5 секунд. На самом деле, вот, казалось бы, 30-секундный ролик, который снимает наше приложение, это вроде как мало, но на самом деле это слишком много. На самом деле 90 где-то процентов тех видео, которые к нам приходят, это 5 последних секунд. То есть полицейскому достаточно просмотреть 5 последних секунд, увидеть, что действительно такой автомобиль с таким-то номером действительно на красный свет проезжает. Ему достаточно кликнуть одну кнопочку, есть нарушение, да. И, соответственно, автоматом подтягиваются вот эти все метки, про которые я сказал, и они заполняют шаблон постановления. То есть сразу же формируется документ, и более того, в следующую секунду этот документ в электронном виде может прилететь на мобильный телефон владельца автомобиля. То есть он тут же это может получить. Соответственно, у него там, да, очень быстро можно отреагировать, сразу же подать апелляцию, например, потому что если сейчас брать как есть, то у вас письмо пока придет, в почтовый ящик, наверное, еще реже, чем в телевизор заглядываете. Поэтому найти это письмо там может быть очень проблематично. А тут вы на следующую секунду знаете, что вот выписано постановление, можете подать апелляцию, можете заплатить штраф. Это уже как бы там по вашему выбору. И еще очень важно, это то, что я сказал про удобство. Смотрите, видео, которое пишется в нашем мобильном приложении, пишется 30-секундными роликами циклично. Это значит, что каждый последующий ролик стирает предыдущий и не забивает память. Соответственно, если вы увидели, и это все в временной памяти находится, да, потом вы, к примеру, видите нарушение, и на самом деле оно уже записано во временную память. Вот, и вам достаточно просто тапнуть по экрану телефона, и эти 30 секунд сохраняются в постоянную память. Соответственно, там идет такой список видео, где вы можете посмотреть каждый ролик. А теперь, если сравнить с видеорегистратором, вы должны, приехав домой, не забыть, вытащить карточку, потом не забыть, прийти, вставить ее в компьютер, потом с вот этого всего видео найти, просто я пользовался видеорегистратором, я знаю, что это такое, вы очень долго будете потом искать это видео, потом его нужно обрезать, потом его нужно передать. То есть это все, во-первых, неудобно, во-вторых, занимает огромное количество времени, а в-третьих, как я сказал, это небезопасно. То есть я уже, имея доступ к этому видео, могу что-то там на Q10. А здесь с мобильным приложением это занимает несколько секунд. То есть человек, просмотрев видео из этого списка, потом может считать номера нарушителя, и он забивает две строчки. Первая строчка – это номер нарушителя, и вторая строчка – это тип нарушения. То есть там дроп-даун меню, из которого он выбирает. Вот этот, например, проезд на красный свет. И отослать. Все. То есть человек это может сделать не обязательно с такой длинной процедурой, как с видеорегистратора, а тут же с телефона. То есть новые технологии, они же нашу жизнь очень упрощают, и ритм задают более быстрый. Соответственно, вы за один промежуток времени сможете намного больше всего сделать. А так как как раз требование современности в том, чтобы мы двигались быстро, соответственно, люди и любят такие решения, которые очень легкие и очень быстрые. Вот как бы мобильное приложение, поэтому на голову выше обыкновенного видеорегистратора. Я думаю, для зрителей нужно сейчас уточнить, что мы про приложение говорим не просто так, а в рамках законопроекта, который как раз обсуждается. Речь в законопроекте идет о том, что люди смогут снимать нарушения правил дорожного движения на свои телефоны, отправлять эти видео в полицию, и у них будет доказательная сила в суде. Плюс человек сможет получать даже кэшбэк с этих штрафов. Мы чуть более подробнее разговаривали об этом в одной из предыдущих программ с Алексеем Павловским. Посмотрите обязательно, но мы проговорим здесь еще раз. Какие, по-вашему, плюсы и минусы у законопроекта, о котором идет речь? Что он позволит улучшить в нашей стране? Ну, прежде всего, это, как я объяснил, мобильное приложение и вообще система как таковая позволяет автоматизировать работу и работать с защищенными файлами. Именно защищенность и автоматизация дает огромнейшее преимущество, потому что эффективность полицейского, который будет обрабатывать эти заявления, он вырастает в разы. То есть он очень быстро обрабатывает, очень быстро выносится постановление, очень все четко видно. Мы не говорим про фото, мы говорим именно про видео, а видео именно дает контекст нарушения, то есть видно, что происходит на дороге, какие знаки и так далее. Если этих доказательств нет, то это видео просто не принимается и все. Вот. Соответственно, законопроект даст возможность, что такие видео будут приравнены, с мобильного приложения, будут приравнены к автоматической фото-видео фиксации, и тогда опять-таки полицейский очень быстро их может обрабатывать, так как это защищенный источник информации, то, соответственно, быстро выносится постановление. И второе важное, что законопроект сделает, это он заложит основы под введение вознаграждения за отосланное видео. То есть человек, который подал видео, по нему выписан штраф и оплачен, он может получить 10% с оплаченного штрафа. И прежде всего это не столько про мотивацию, сколько про гарантирование того, что штраф действительно был уплачен, что эти деньги пришли из ниоткуда. То есть вы же понимаете, что очень легко человеку присылать нотификацию «Вам спасибо, нарушители наказали». А на самом деле удалили это нарушение. А когда пришли уже деньги, ты уже прекрасно понимаешь, что действительно человек наказан. Ну и третий такой самый менее важный аспект, но который тоже достаточно интересный, это то, что водитель, который нарушает, его как бы дополнительная жаба давит, что на нем еще кто-то заработает, если он сделает это нарушение. Да, поэтому мы так на уровне психологии как раз и говорим о том, что люди будут стараться хотя бы ради этого стараться меньше нарушать. Потому что на этом еще кто-то может заработать, а это неправильно. Так, а если сразу несколько человек зафиксировали одно и то же нарушение, кому кэшбэк, кто первый? Да, наше видение такое, что первые два человека разделяют между собой кэшбэк. Почему именно так? Потому что проводились исследования, я не зря про психологию говорю, здесь очень много психологии в этом проекте, и проводились исследования, когда на улице, где большое количество людей, кому-то становилось плохо, люди, которые потоком идут, не реагировали на это, потому что думали, что это уже кто-то отреагировал, уже кто-то вызвал скорую. А когда меньше людей, то они, соответственно, быстрее реагировали. В нашем случае, если мы будем выплачивать только первому человеку, который подал такое видео, то у водителей будет складываться впечатление, что вот я сразу же не отправил, то, наверное, кто-то уже отправил, соответственно, даже и отправлять не будут. А если все-таки между двумя, ну, у него уже есть шанс, что он будет хотя бы вторым. И ответственность повышается. Да, да, да. Соответственно, мы достигнем большего эффекта. Ну, тут, опять-таки, все на психологии завязано. Я вижу, что вы принесли целую пачку каких-то документов. Что это за документы? Насколько я понимаю, приложение уже работает, несмотря на то, что закон пока еще не допринят, скажем так. Да, сейчас мы работаем следующим образом. Как я сказал, мы начали еще в 2016 году, и мы зарегистрировали громадскую организацию, Dishcam.ua. И вот как раз, если вы помните, 16-й год, тогда у нас еще трижи даже не было. То есть речь о том, что отправляться будет видеть. Да, но на самом деле это незаметно очень много поменялось с точки зрения психологии и технологии. Во-первых, как я сказал, камеры на телефонах стали совершенно другими. Во-вторых, пользователи стали пользоваться телефонами, доверяя им больше и больше. То есть у нас уже у всех есть на мобильном телефоне приложение какого-нибудь мобильного банка, еще там какие-то вещи. То есть человек в мобильном телефоне уже становится более продвинутым пользователем и понимает, что телефону можно доверять, и через него очень много всего можно сделать. И, соответственно, мы говорим о том, что как раз в 2019 году мы увидели вот эти изменения. Уже 4G у нас, уже можно что-то делать. И, соответственно, мы сделали сначала прототип. В 2020 году мы запустили MVP. И когда мы его запускали, мы надеялись, что будет хотя бы тысяча скачиваний, чтобы мы могли хотя бы протестировать, как она на разных телефонах будет работать. А у нас за первый месяц получилось 15 тысяч скачиваний. То есть условно наша радость была, смотрите какой, у государства 48 камер, сколько там они запустили, а у нас за месяц 15 тысяч. То есть вы понимаете, что это приложение, которое вот так вот буквально там условно на следующий же день покрывает всю территорию страны, без исключения все дороги, 24 на 7, еще и контролирует большое количество нарушений, а не как наши камеры, только скорость, к примеру. Соответственно, интерес у людей уже, как оказывается, есть. Ждем только за год. Да, да, да. И, соответственно, мы начали тогда, собирая эти данные, ну, чтобы люди даже не в пустую же все делали, правильно, мы начали делать следующее. С нашими юристами мы проработали такую схему, что пользователи подают заявы, заявление с видео, точнее, пересылают видео с указанием номера нарушителя и типа нарушений. А мы в своей системе автоматически, точно так же, как я вам рассказывал, как полицейский может шаблон заполнять постановы, мы точно так же автоматически одним кликом заполняем заявление, которое по электронке летит сразу же в полицию, причем от лица громадской организации Дэш Камьей. То есть наши пользователи, они анонимны, то есть мы не раскрываем их. Соответственно, за вот это время, пока мы работаем, у нас уже накопилось очень большое количество писем от полиции. Они там есть двух видов. Надеюсь, это не отстаньте от нас. Большая пачка – это отписки. Мы не можем ничего сделать, мы ничего не знаем. А есть управление полицией, которые могут что-то сделать. То есть сейчас схема какая? Полицейский должен установить, кто является владельцем данного автомобиля, написать ему письмо, отправить это письмо человеку, который владеет автомобилем, потом он должен явиться в управление, ознакомиться с доказательствами, подписать протокол или постановление. И, соответственно, тогда уже имеем результат. То есть это очень-очень длинная процедура. Да, но это реалии нашего законодательства, это реалии нашего сегодняшнего дня. Поэтому даже несмотря на это, у нас есть целое огромное… Я принес некоторые примеры того, как многие регионы откликаются, и полиция там действительно работает. Например, Хмельницкая область, Одесская область, прям молодцы, там очень много всего делается. Не ленятся эти все цепочки проходить. Здорово? Да, да. То есть есть управление полицией, которое не тратит время, скажем так, и бюджетные средства для того, чтобы просто писать отписки, а не действительно выполняет свои обязанности. И у нас реально очень много таких примеров, постанов, когда нарушители действительно привлекаются к ответственности. Но законодательство-то написано таким образом, что полицейский может аргументированно рассказать, почему он не должен этого делать, ну, либо аргументированно показать результат работы. А законодательство как раз и изменит это все, потому что самой полиции легче с этим будет работать. Но я вам описал вот эту длинную цепочку. Полицейский, когда приходит к нему заявление, он… понятно, что у него отторжение этого всего, и слава богу, что у нас есть полицейские управления, которые действительно выполняют свою работу. Можно ли будет как-то автоматически распознавать аварии на видео? Да, это, кстати, новая функция, которую мы вот как раз сейчас тестируем, и скоро мы запустим. То есть получилось так, что на базе вот этой основной идеи того, что можно снимать нарушения, потом накрутилось еще очень много интересных, дополнительных, очень важных функционалов. К примеру, автоматическое выявление аварии. Оно работает следующим образом. Вот в каждом телефоне, опять-таки, новые технологии, у нас в каждом телефоне есть акселерометр, у нас есть гироскоп. Вот вы поднимаете телефон, экран загорается. То есть это не просто так. Это не та магия, это все технологии. Соответственно, мы говорим о том, что мы используем акселерометр телефона как триггер. То есть когда происходит какой-то удар, у нас срабатывает триггер, который запускает нейронную сеть, которую мы тренировали на звук определения аварии. Если вы когда-нибудь слышали аварию или были участником аварии, вы знаете, что там есть определенный звук. И он действительно такой специфический. Даже если вы будете на улице и сзади произойдет авария, вы с большой вероятностью скажете, что это столкнулись машинами, что там такой определенный хлопок. Соответственно, мы натренировали нейросеть, которая прямо на телефоне пользователя сможет разложить спектрограмму звука и определить, это действительно была авария или там просто человек резко остановился, если что-то произошло. Соответственно, качество определения очень высокое, потому что оно еще подтверждается в видео. И, соответственно, теперь условно ситуация, если там в зимнее время со Львова, например, в три часа дня выезжает машина на Киев, то где-то уже там около трех-четырех будет уже темно. Если человека занесет, и он слетит куда-то в кювет, и этого никто не увидит, то в нашей ситуации, как сейчас, его в лучшем случае на следующие световые сутки обнаружат, если он потерял сознание, и окажут помощь. В случае, если работает наше мобильное приложение, на следующую секунду мы получаем данные GPS-координат, что произошло и так далее, и мы можем тут же вызывать спасателей, скорую помощь, полицию на это место. Более того, если произошла авария, например, на трассе, мы можем предупредить все автомобили, которые двигаются в эту точку, для того, чтобы они заблаговременно могли снизить скорость. Но хоть как минимум знали, что что-то произошло, это уже поможет избежать такого сценария, как эффект шампура. Это, знаете, когда произошла авария, а потом другие машины врезаются. И еще один функционал дополнительный. Это мы говорим о том, что пользователь может указать своих родственников или друзей, и в случае аварии им придет нотификация, что со мной, возможно, произошел несчастный случай. Вот GPS-координаты, вот линк на видео, если там человек хочет посмотреть. Мы знаем, что скорость к помощи – это хорошо, но мы понимаем наши реалии. Лучше друзей и родственников никто не поможет в случае сложной ситуации, потому что всегда нужно все контролировать. Поэтому вот этот функционал уже будет работать. И что самое интересное, мы сейчас как раз имеем договоренности с MotoHelp. Это волонтеры на байках, которые выезжают сразу же и оказывают очень быструю помощь. Также мы с Львовым работаем, у них есть MotoDoPomoga. И также сейчас налаживаем связи с Одессой. У них тоже есть несколько таких групп волонтеров. Соответственно, мы говорим о том, что скорость предоставления помощи будет максимально возможной. То есть за несколько секунд определили, что произошла авария, и еще через пару минут подъедет волонтер, который окажет хотя бы первую медицинскую помощь. Почему это важно? Смотрите, основным нашим функционалом мы делаем такую превентивную роль. То есть люди, понимая, что в любом автомобиле может быть это приложение, не нарушают, соответственно, меньше аварий, соответственно, меньше жертв. То есть мы уменьшаем количество смертей. А теперь, когда мы говорим про помощь и выявление аварий, то есть такая мировая практика, если помощь оказана в течение первого часа, можно сохранить еще 20-30% жизни. То есть мы таким образом, кумулятивно, еще больше людей можем сохранить жизни. Поэтому это очень важная вещь, и мы очень рады, что у нас действительно получилось сделать ее очень точной, скажем так. В мире уже делаются там с помощью нейросети установления по звуку аварий, но у нас, я очень надеюсь, что у нас намного будет качественнее. То есть результат у нас будет намного выше. Можем ли привести примеры других стран, где работают похожие или аналогичные системы либо автоматической фиксации, либо съемок на телефон людьми нарушений правил дорожного движения, которые привели к реальным результатам? Поделиться условно, чего мы можем ожидать по цифрам, по показателям? Вот смотрите, четкого аналога нет. Есть волонтерское движение. Да, Украина будет первая, которая вот на таком уровне это все сделает, и эффект, который получит Украина, мы ожидаем, что он будет беспрецедентный. Потому что то, что есть в других странах, немножко отличается. То есть в Израиле есть волонтерское мобильное приложение, которое тоже позволяет снимать, но работает немножко не так, и полиция не может это все автоматизировать. То есть мы же, в свою очередь, сделали и мобильное приложение, и систему бэкэнда, то есть админ панели, там, где это все очень быстро обрабатывается. Более того, еще из того, что тоже в мире нигде нету, собирая вот эту информацию, то есть у нас сейчас там 30 тысяч инсталлов. Ну представьте себе, потенциальных 30 тысяч камер на дорогах, которые каждый день собирают информацию. И сейчас вот в базе своей аналитики мы сделали такой уникальный инструмент, которого тоже нету в мире, это визуализация нарушений. То есть, смотрите, сейчас ситуация какая? Полиция начинает показывать точки на дорогах как опасные, только когда там врежутся машины и погибнут люди. Мы говорим о том, что вот есть концентрация нарушений, и когда там идут частые нарушения, мы же сами понимаем, что там скоро будет авария. То есть мы еще с дошаг до того, как столкнутся машины, как погибнут люди, можем показать, где есть точки опасные, на которые нужно обратить внимание. Соответственно, превентивно, еще до того, как что-то произошло, какое-то несчастье, мы можем изменить, например, алгоритм работы светофора. Мы можем поменять знаки, изменить разметку, какое-то инфраструктурное решение сделать. Опять-таки, таких данных просто нет, потому что те полицейские, которые в любой другой стране стоят где-то на перекрестке, штрафуют кого-то, они же не собирают эти данные. Ну как бы и полицейского не привяжешь к каждой машине. А здесь у нас получилось, это, скажем так, больше как сюрприз для нас самих, что действительно мы можем собирать такое большое количество данных по нарушениям и, соответственно, показывать опасные участки на дорогах. И государство готово сотрудничать, получается. Да, и это все бесплатно для государства. Это данные, которые приходят, которые могут позволить, скажем так, Украине быть технологически на передовых позициях. Реально такого пока что нет в мире. Спасибо вам за эту беседу. Это очень интересно. Я надеюсь, что все внедрят и будет еще более эффективно работать. Это приложение люди будут пользоваться и будет на наших дорогах, наконец-то, безопасно. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Алексей Афонин, основатель стартапа Dash.com.ua, сегодня был в гостях на My.ua. Спасибо, что вы были с нами. Когда же Украиной будет управлять искусственный интеллект? Дело в том, что он уже частично управляет те системы, которые строятся, они все предусматривают, что в конечном итоге к ним будет подключен искусственный интеллект. И скоро и водопровод в Киеве будет управляться искусственным интеллектом, и транспорт, и освещение, и даже экология. Все это будет управляться искусственным интеллектом. Более того, такие вещи, как общественные массовые мероприятия, ситуационные центры, аварийные службы, прогнозирование, что произойдет завтра, послезавтра, через год, как будут двигаться пробки, то есть умная транспортная система. Это все будет предсказано уже такими экспертными программами с использованием искусственного интеллекта. Звучит очень футуристично, особенно для Украины на данном этапе, как по мне. Сейчас попробуем разобрать, в насколько обозримом будущем мы можем в полном масштабе ощутить на себе смарт-технологии. Представлю вас и продолжим. Юрий Зазуляст, эксперт по смарт-сити и цифровой трансформации. Сегодня в гостях на MyUA говорим о том, что такое смарт-сити-технологии, и когда же мы их сможем без проблем внедрять в собственных городах. Итак, давайте расшифруем для начала, что такое вообще смарт-сити. Что входит в это понятие? Ну, смарт-сити – это умный город. То есть те города, которые сами регулируют и управляют всеми подсистемами, которые есть в городе. Например, транспорт, экология, медицина, здравоохранение, туризм, спорт и так далее. То есть все эти подсистемы, они управляются, скажем так, из единого центра и при помощи IT-технологий. Вот это и есть смарт-города. В более широком понимании смарт-город, он рассматривает еще архитектурные изменения. Ну, например, смарт-город, который предусматривает Google при строительстве в Торонто, он предусматривает еще и автомобили, которые сами на автопилотах доставляют, например, детей в школы или в садики. При этом они сами, как вы вызываете его, как Uber, утром подъезжают под ваш дом, и они становятся общественным транспортом. Но мы понимаем, для того, чтобы двигался автономный смарт-мобиль без водителя, нам нужны специальные дороги. Нам надо специальные светофоры, нам надо специальная инфраструктура. И тогда мы сможем использовать беспилотные смарт-мобили. Но для этого надо полностью перестроить город. Но весь город перестраивать никто не будет, поэтому в узком понимании смарт-сити – это использование существующего города, существующей шириной улиц, существующими светофорами, водопроводом, освещением. И только сверху мы накладываем новые технологии, которые просто видоизменяют для того, чтобы жителям города было удобнее пользоваться своим городом, чтобы сервисов было больше, чтобы мы не тратили много времени на разных там оформлениях бумаг, документов и так далее. И самое главное, чтобы это все было прозрачно. То, что больше всего боятся чиновники – это прозрачности. Вот это и все позволяет делать смарт-сити. Так, про чиновников чуть позже тоже вспомним. Давайте сначала говорим, в каких городах уже существуют смарт-сити технологии. В Украине, в Киеве начали внедрять, в Полтаве, насколько я знаю, где еще? Ну, почти во всех городах-миллионниках существуют смарт-сити. Это Днепр, это Львов, это Одесса, это Николаев, это Херсон. Но целиком смарт-сити в том понимании, когда мы говорим, что все сервисы запущены, нету нигде. Пока нигде. Даже в Киеве. Все делается фрагментарно. Ну, например, Днепр, он побежал вперед по медицине. То есть там создана большая медицинская платформа, там запись к врачу и так далее. В Киеве медицинской платформы нету, потому что есть активное противодействие Департамента здравоохранения города Киева на том, чтобы система не контролировала… Быть прозрачными невыгодно в Киеве, получается. А, например, скажем, самый красиво открытый бюджет, это, например, в Кирилевом Рогу. В Луцке самая лучшая система управления общественным транспортом. То есть каждый город как бы вырвался вперед. И я хочу сказать, что Киев не на самом первом месте по некоторым системам. Хотя по масштабности реализации Киев занимает такое достаточно большое место. Потому что с Киева, в принципе, все начиналось, развитие смарт-сити. У нас долго шли разговоры в Киеве о внедрении Е-билета и были долго с этим проблемы. Что тормозило его запуск? Или кто? Хочу сказать честно, тормозил лоббизм. Просто столкнулось несколько лоббистских компаний, которые имели влияние на определенные договорники во власти, среди чиновников, Киеврады и так далее. Это начиналось еще с далеких времен Януковича, когда он только начинал внедряться в этот Е-билет. И в битве, конечно, страдали жители города Киева. Потому что когда бьются коррупционеры между собой, система не внедряется. А если они внедряются, они внедряются не на том уровне, на котором должны они работать. И в результате мы имеем вот такие кастурбато-перекошенные решения технические. Потому что когда политик вмешивается в работу инженера, в этот момент получается не нормальная система, а получается полуфабрикат. Комфорт отдельно, интересы чиновников отдельно. Мы вот этот полуфабрикат сейчас потребляем. Полуфабрикат работает всегда плохо. Вот, например, последние проблемы, которые были с Е-билетом, они связаны были даже не после того, когда система была развернута, не было сделано нескольких функций. Были определенные группировки, которые хотели притянуть влияние над платежами за билеты. И они столкнулись между собой. И в результате мы имеем то, что у нас несколько раз падала система и так далее. Просто война лоббистов приводит к тому, что система не внедряется. А сама по системе, она идеальная, хорошая, полезная и намного упрощает и работу с общественным транспортом, и удобство доставляет жителям. Пока до нее не добрались чиновники, все выглядело идеально. Получается так. Как можно не дать чиновникам мешать внедрять эту систему? Или нет такой власти у людей, у киевлян, у технарей, например? Вы знаете, мы начинали эту систему в 2004 году, как раз после победы революции, когда Виталий Владимирович пришел к власти. В 2014 или в 2014? В 2014. Я сказал. В 2014. А, извините. Все это произошло, начиная с 2014 года, когда после революции достоинства к власти пришел наш мэр Виталий Владимирович. С этого момента начало развитие смарт-сити. Это было, тогда еще не было НИДИ, не было никакой вообще цифровизации пространства Украины. Это был город Киев. И там была написана программа, и она существует до сих пор, кстати, мы выполняем эту программу с 2014 года. Но самое интересное, тогда у нас были такие радужные впечатления, что все инженера покажут хорошую техническую политику, будут эксперты обсуждать, и мы вот эти идеальные решения будем реализовать на городе Киеве. Все произошло абсолютно не так. То есть, как только депутаты почувствовали вкус и уровень денег, которые можно там распилить, в этот момент у нас пошли просто удары. Начиная от того, что программа просто не принималась за то, что какой-то политической силе не дали долю. То есть, они даже не понимали, что они хотят делать, но они говорят, что вот если вы нам не дадите долю от этих бюджетов, мы не будем голосовать. А я как инженер, то есть, я бизнесмен и инженер, я в политике как бы так слабо ориентируюсь. И они приходят, я говорю, как же так, так это же система не будет единой, ее нельзя разрывать на куски. Это же не фрагменты, которые можно потом слепить в одно целое. Это должна быть единая система, единая программа. Все. Ну и это мы не победили. То есть, систему разорвали, она сейчас реализуется фрагментарно. Некоторые фрагменты вообще не работают, некоторые с другими не стыкуются фрагментами. То есть, получилось такое, что чиновники и политики разорвали смарт-сити на куски, и теперь мы лепим из этих кусков, а они продолжают рвать эту систему дальше на куски. Поэтому, не имея идеальных условий, мы робим в тех условиях, которые сложились сейчас на рынке. Из тех условий, которые сейчас сложились, что дальше будет делаться, что реально еще добавить, изменить? Билет уже есть. Вроде бы как работает. Что дальше будет появляться? У нас вообще сейчас много разговоров о том, что должна появиться держава в смартфоне. Как это будет развиваться на примере Киева и других украинских городов? Ну, понимаете, все-таки ДИА – это сервисы для всего населения Украины. Ну, там паспорт, технические права, регистрация бизнеса, ковид-сертификаты и так далее. Это такие глобальные сервисы. То город ориентирован на более локальные сервисы. Ну, например, что происходит в Киеве? Какие мероприятия? Где найти спортивный кружок? Турист должен сразу понять, какие достопримечательности. Это понятные функциональные вещи, которые могут пригодиться. Они локализованы, и сервисы ориентированы на не глобальную, а вот именно на конкретно живущего в своем районе. То есть, в первую очередь, житель района должен понимать, что происходит у него в районе. Какие спортивные кружки? Он не будет ехать в другой город, чтобы отвезти на секцию дзюдо или покататься на квадроциклы. Он должен понимать, что вокруг него происходит. То есть, вот эта система и искусственный интеллект, он и должен видеть картину целиком и выдавать самые лучшие решения тому жителю в определенном месте, сказать, он говорит, хочу заниматься спортом, пожалуйста, вокруг тебя, на расстоянии трех километров, столько-то кружков, десяти километров, столько-то кружков. У тебя вот такой перечень соревнований, мероприятий, у тебя вот тренера, которые вокруг тебя прямо живут. И он понимает, что он, боже мой, я не знал, два метра от моего дома есть секция под дзюдо, а я ездил в другой конец города Киева. То есть, вот это удобство, которое дают интеллектуальные вот эти технологии, они для жителей, во-первых, экономят время. Во-вторых, вы видите вот эти кэшлэс-платежи, которые, ну, без карточки вы можете заказать. Вам не надо приезжать там, в тот же там X-парк платить какие-то на кассах, стоять в очереди. Вы пока едете, уже зашли на платформу, заплатили, приехали, у вас уже выстроились ваши тренера в очередь, и вы такая, в 3.15 у меня такая-то секция, в 3.18 у меня там другая секция, через полтора часа я еду отказаться на квадроцикле. Все ускорено и удобно. Да, да, то есть люди перестали терять время. Во-первых, они получают лучшее качество, потому что они все пишут отзывы, и если вы там плохое получили качество, туда больше никто не пойдет. А второе, они сразу же получают весь набор, вот это меню, которое моментально приводит в места с хорошим качеством обслуживания и с хорошим продуктом. И вот это и есть результат работы смарт-сити. К смарт-сити также относится и навигация, и возможности оплатить парковку, проезд и так далее. Это все тоже будет дальше у нас развиваться. Ну вообще кэш-лэст платежи, они будут доминирующие в будущем. То есть все забудут, что такое наличные деньги. Так, по крайней мере, говорят везде. По крайней мере, те, у кого есть смартфоны. И все остальные. Ну говорят, что скоро у всех будут смартфоны, даже они будут вшиты в человека. Так что все будет хорошо. Хорошо. Значит, другой вопрос о том, что какие удобства и сервисы. То есть, например, сервисы и удобства, которые получают жители, ну, например, быстрый приезд скорой помощи. Как это делается? Конечно, надо построить трафики, посмотреть, где нету пробок, оптимизировать, включить так светофоры, чтобы скорая проходила. Это все интеллектуальная транспортная система. Она позволяет быстро разгрузить город от пробки. Искусственный интеллект смотрит, анализирует, где проблемные участки, быстро включает так светофоры, чтобы они рассосались. И таким образом появляется скорость. Вы не стоите в пробках, экономите свое время, добираетесь с одной точки в другую. Следующая система, например, умное освещение. По ночам оно не нужно в городе, оно светится. Вот дорога есть, и там участок дороги освещается. Там, где никого нет. Круглосудный, там никого нет. Вот как были мы там, скажем, в Китае или там в Лос-Анджелесе. Появляется машина, включается улица. Проехала машина, улица выключилась. Какая экономия электричества. То есть и жители уже, которые имеют нагрузку платить за вот эти общественные территории, они уже ее не платят, потому что им сэкономили 70% горения того же самого... Да, звучит потрясающе. ...лапочки, да. Здравоохранение. То есть вам не надо идти, стоять в очереди, договариваться с врачом. Вы сразу выбрали себе врача, у которого лучшие отзывы по своему направлению. И даже написали, болит у меня, там, я не знаю, спина болит. Все, и вам сама экспертная система подбирает. Так, у вас болит спина, скорее всего вам надо к этому, к этому, к этому врачу. Кто вам подойдет? То есть на расстоянии 1-3 километра, другой 2-2... Экспертность такая-то, отзывы такие-то. Хотите, идите, записывайтесь к нему. Кнопкой нажал, записался. Приходите в 12.30, в 18.00, когда вам удобнее. В 18.00 вы приходите без очереди. Заходите к врачу, получаете адекватную консультацию, ставите отзыв, как он вас проконсультировал. Да, нет. А врач будет стараться, потому что он понимает, что вся система... Поменяется рейтинг. ...скажет, что если кто-то напишет, что он захейтит его, значит, у него упадет рейтинг, и к нему будут меньше людей приходить. Поэтому вся система начинает саморегулироваться. Но самое главное, вы понимаете, что, например, умное здравоохранение, которое должно внедрено быть в Киеве, а сейчас оно активно блокируется, оно позволяет не только удобно записываться жителям, но когда вторая стадия, вы попали в больницу, а сейчас катастрофа и с аппаратами, и с лекарствами, и со всеми остальными. И вот как врач распределит лекарства? Все должно быть в базе. А есть ли такие, кто вместо украдет лекарства, отдаст от ним, а вместо них положит или дешевый, или просроченный, или вообще залет какой-то там, я не знаю, физраствор, как там вот определяли, что заливали физраствор, а брали деньги как с этого. То есть вот эта возможность гигантской коррупции, которая существует в здравоохранении, она очень, как бы, медицинский персонал, особенно главврачи, особенно начальник департамента, они все это видят, чувствуют. И, конечно, они понимают, когда придет электронный учет лекарств, и любое лекарство, как оно двигается, можно будет отследить, и не своим оттуда, а возьмем наркотические средства. То есть все это рушит гигантский медицинский бизнес, который построен на наши, потому что, извините, медицина у нас в городе финансируется в 50 раз больше бюджет, чем на спорт. Вы понимаете, что люди лечатся намного больше, вместо того, чтобы спортом заниматься, мы тратим денег на лекарства. А, конечно, там, где большие бюджеты, там большое лобби, не только со стороны фармацевтических компаний, а и со внутреннему использованию. При этом до врачей оно не доходит, чаще всего, эти бюджеты. Да, и понимаете, кого принять, положить на койку, кого не положить и так далее, это все делается на бумагах, по личным звонкам, договорнякам. А это ведь сейчас это вопрос жизни и смерти. Потому что вы понимаете, что умный город, умное здравоохранение будет регулировать, кому умереть, а кому жить. И если врачи и медицина будут понимать, что за ними вот они смотрят большой глаз, там большой брат в виде искусственного интеллекта, то они будут продолжать делать то, что они раньше продолжали. И поэтому будем жаловаться, читать в фейсбуке, мою продержали в коэто-то, а вот там мимо завезли про пару блатных, а моя мама умерла в коридоре. Почему такое отношение было? Потому что есть блатные, не блатные, а системы все выравнивают. Вот так же самое, как мы сделали этот детский сад, запись в детские сады. Ведь везли все блатные. А когда уже постоялись, и он везет в интернете, ты приходишь, что-то говорит, даже чиновник говорит, хорошо, я хочу тебя взять взятку, и хочу тебя поставить на какое-то там первое место. Но как я сделаю, когда весь город видит эту очередь в детский сад, они появятся, увидят, что ты появился, и они сдвинулись, полез кто-то вне очереди. Значит, начнут нас хейтить, найдут, кто это сделал. Ну и пошла там... Страх наказания будет серебрировать. То есть, грубо говоря, чиновник, он понимает, что или деньги, или страх. И вот эта система позволяет их контролировать. И поэтому они эту систему не любят и всячески блокируют. Поэтому я хочу сказать, что на сегодняшний день, это мой обольный вопрос, умное здравоохранение в городе Киеве и, в принципе, по всей Украине. Например, в Днепре, оно уже сейчас хорошо работает, там в Одессе прорывная сейчас эта технология ставится. А Киев, он остается на задворках. Именно из-за того, что существует внутренний этот. И сейчас мэр прикладывает все усилия, чтобы в Киеве появилось умное здравоохранение. Соответственно, задавать вопрос, когда все это может... противодействие мэр и ощущать такое противодействие со стороны чиновников. Собственные системы. Собственные системы. Система пожирает сама себя. Ответа на вопрос, когда вся смарт-система и дороги, и освещение, и медицина, и все, что вы упомянули, может заработать в полном объеме, пока этот ответ нельзя дать четко. Потому что это звучит настолько идеально и настолько оторвано от нашей реальности, что, мне кажется, это вообще где-то в параллельной вселенной должно происходить. Либо это все-таки реальность делать в Киеве и в других украинских городах. Не строя город с нуля. Смотрите, ну, конечно, все города, много городов, особенно старых европейских городов, они накладывают смарт-сити решения на существующие города. Дело в том, что мы идем... Вот, знаете, не делает ошибок не тот, кто ничего не делает. То есть мы что-то делаем, мы идем, мы встречаем противодействие, мы как-то пытаемся поставить один фрагмент, из него вырасти другим, модернизировать эти фрагменты и так далее. То есть киевляне должны знать, что мы что-то делаем. Все города Украины должны понимать, что что-то происходит. Оно может происходить плохо, хорошо, эффективно, оптимально, лучшим образом. Или не лучшим, но оно происходит. Как-то двигаться. То есть оно двигается, да. Конечно, я хотел сказать, когда мы планировали в 2014 году развитие активных смарт-сити, мы думали, что через 7 лет у нас будет идеальный умный город. Мы же не думали, что такое противостояние, мы появимся с тем же самым чиновниками, которые должны были это как бы реализовывать. И сколько нам будет палка в колеса ставить, начиная от лоббистов, заканчивая вот всеми этими депутатами. Но результат такой, что много сервисов мы уже киевляне пользуются. Они понимают, что это удобно. Вот возьмите, например, там, скажем, спортивные сервисы. Возьмите там те же самые, там, туристические сервисы. Возьмите тот же самый, скиф цифровой. Вот, например, коммунальные платежи, мы уже знаем, как минимум, две системы, которые там позволяют киевляне не стоять в очереди там в сберкассах и там не платить. Киевляне это видят. Но, конечно, этого, скажем, я думаю, в Киеве реализовано, даже по количеству камер, которые установлены, это процентов 15 от всего, что должно быть в нормальном смарт-сите. Такие, как мы видим в Барселоне, в Нью-Йорке, как мы видим в Майами, как мы видим в том же самом Париже или в Берлине. Знаешь, что киев-смарт-сити открывал представительство даже в Кремниевой долине. Чем делились с представителями Кремниевой долины и еще с Сан-Хосеей, Шен-Джене и Барселоне? Смотрите, да, действительно, у нас был такой, как бы, не опыт, понимая, что в центре есть, в мире есть два гигантских центра, где рождается идея смарт-сити, реализовывается идея смарт-сити и потом тиражируется по всему миру. Мы приняли решение, вот эти два места основных, и одно европейское, это вспомогательное, где тоже очень хорошо реализованы смарт-сити, взять за основу и посмотреть, какие новые технологии там внедряются и делать, в большом случае, копипаст. То есть мы берем, где реализовано что-то похожее на Киев, или похожее на Одессу, похожее на Днепропетровск, привозим это в Киев, раскладываем эту технологию и потом это все. Получать вот этот, знаете, поставить вот этого агента-разведчика, который бы анализировал постоянные рынки, надо можно только на этом рынке, потому что с Киева увидеть это все, ну, почти нереально. Плюс еще, привлечь к этим центрам и инвесторов, и технологические компании, чтобы они приходили к нам, понимали, что в Киеве есть смарт-сити. И Киев смарт-сити будет тиражировать их изделия на территории Украины, что им тоже интересно, как, например, получить новые кейсы в центре Европы. И у нас это три таких центра. Это большой центр Силиконовой долины Сан-Франциско, Шанжэнь, Китай и Барселона. Вот вокруг этих трех точек, в принципе, вся идеология и интеллект развития этих технологий, они и циркулируют. Кроме этого, есть такие там организации, как ЕИН, например, European Emergency Association, Number Association. То есть она показывает, как должны работать аварийные службы. То есть вот мы смотрели статистику, из 100 человек в Швеции спасают 70. У нас одного. Ужасная статистика у нас по сравнению со Швецией. А почему? Потому что у них считается, что если на аварию приезжают через 15 минут, спасать уже некого. То есть все уже, даже если его можно было положить в реальный мобиль и так далее, и так далее. То есть группа, говоря, у них 25-минутная, это считается, что уже сгорел весь торговый центр, и даже уже его тушить можно и не тушить. 25 минут у них граница. Поэтому первые диспетчерские должны приехать через полторы минуты. И смарт-технологии позволяют как раз это реализовать? Конечно. Они позволяют делать маршруты и проходы для этих аварийных машин. Например, если есть там пробки. Они позволяют отслеживать, чтобы не парковали возле пожарных гидрантов. И если там камера увидела, что кто-то запарковал, моментальный ему штраф, приезжает эвакуатор и его оттуда снимают. И когда начинается пожар, пожарные машины приезжают и начинают тушить пожар. Человек лежит, ну, например, там авария какая-нибудь. Человек лежит там зажатый в автомобиле. Сразу моментальная видеоинформация на центральный пульт спасения, там 1.1.2, говорит, надо вызвать кусачки, чтобы вырезать его из автомобиля. Теперь кто это? Это Сидоров. Сидоров, у него аллергия такая-то, такая-то. Скорее всего, перел поломан позвоночник, шея и так далее. Мы его вызываем сразу в реанимобиль. То есть человек еще стоит, спасатель возле, на месте происшествия, а уже вся система понимает, что ей делать. И уже его положили в реанимобиль, уже врач готовит операционную, где понимает, какие у него там аллергии, что ему надо колоть и так далее, приблизительно, что ему надо делать. Поэтому, конечно, короткий способ доставки, например, того же самого пострадавшего в центр приводит к тому, что его спасают. А у нас через полтора часа приехали и сказали, а, это тут уже на чем работать, можно мы уже на чем работать. Конечно, сейчас немножко изменилась ситуация, потому что все-таки это анализ был там, скажем, пятилетней давности, вот это, когда мы делали 100 и... Сейчас уже лучше. Да, сейчас лучше немножко, но дело в том, что без полноценного системы 1.1.2, а у нас ее нету, без полноценной системы ситуационного центра города, это сердце и мозг города, эта система не работает. И каждый житель города, киевлянин должен понимать, что и пока не будет нормального ситуационного центра, колл-центра, который не будет там по полчаса поднимать трубку и вы не сможете дозвониться никому, спасения не будет. Получается, спасение утопающих это рук самих утопающих. То есть, киевляне сами настраивают вокруг себя, как не попадать в эти ситуации, потому что понимают, когда они попадут в ситуацию, медицина им не поможет, спасатели им не помогут, поэтому, а если помогут, то это будет с большой задержкой. Вот поэтому то же самое касается там, скажем, блока страховых услуг. Страховые услуги у нас, например, почему они ориентируются, например, на то, что человека быстро спасут. Поэтому и страховые компании рассчитывают свои, скажем, платежи, исходя из того, что как работает система спасения. А когда они понимают, что система спасения не работает никак, то они говорят, если вы нам столько платите, потому что у нас большие риски. И киевляне, и жители Украины не платят, потому что это дорого. Поняла. Работа у нас еще не початый край, но она движется, не останавливается, значит, шансы на смарт-города в Украине все-таки есть. Спасибо вам за эту беседу. На этом будем сегодня завершать, но думаю, что еще не раз встретимся, будут у нас поводы поговорить. Юрий Зазуля был сегодня в гостях на MyUA. Спасибо, что вы были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова